10 часов утра уже одиннадцатый час сказали заказали мой корм для готов вчера написали будут в 10 часов уже привезут на дом сюда корм чтобы быть дома значит этот корм чтоб принять уже 11 час и никого нет мы столицы сегодня решили думаем пойдем обувь посмотрим в кик пойдем в общем по магазинам хотели пойти посмотреть все равно пойдем надо обязательно дождаться там формы еще лариса заказала на готовку и шум и немая уже сколько один уже половина 11 краски смазки так и не покрасилась и пойду должны привести да молчишка это вчера вчера и сегодня читаешь ваши комментарии вообще присяду тира нас дождь был целый день все время постирали читаешь ваши комментарии что мне нравится пишут ой тебе там показали по телевидению тебе там показали кто тот блогер сказал а какая черта вчера у меня как сказать даже не знаю какое слово подобрать читаю читаю думаю слушайте и ни один журналист что-то на тему того что размародерили мои вещи никто об этом не сказал слушайте и все об этом промолчали ни один что-то не вспомнил что как же так и ни один блогер что не возьми все все замечает то что я сказал переворачивает это да а так ни один не сказал что как же так а то посмотрела вчера там общались с девчонкой они говорят ой а мы тут поехали вещи взяли с Украины там все конечно страшно там и бомбят и все и там грохочет все равно же люди поехали взяли то есть зимние вещи привезли это вообще я конечно и что то не то что зависть у меня нет зависти никакой что то голос у меня отлили просто смотрю слушая думаю слушайте ни один был ни один был сейчас я наверное сюда поставлю поближе вас ни один за мной со своим был не расстался ни один ни один был не хотел чтобы его имущество растащили разграбили просто такая думаю говорят обо всем что только что блогеры что все это только а потому что сами были наверное не против быть была бы такая у каждого возможно сами бы размародерили и никто не сказал что как же ж так как же ж такое возможно что ж такое положи это мне рассказывают про детей дети голодают люди с мужьями остались а не могли тоже выехать так и шоу это ж ваши мужья не мои это только думал это такое что вчера комментарий почитала такая думаю ну вот пишет одна ой пожалела она то телевизор у нее люди взяли то взяли у нее какие то там этот вот такой хороший тональный крем мне нравится хорошо ложится сейчас потом разойдется на лице взяли у нее люди она людям жалеет люди под бомбежками а она конченая ну ты б свое бы не пожалела люди бы под бомбежками сейчас бы не сидели в общаге отпиши им хату они будут в твоей хате жить что тебе а дальше им все готово люди заслужили перенесли такую страх ужас ну все тоже говорю что со своим за мной это только вдуматься только это ж не то что там человека оболгали там знаете там что на человека наговорили а то есть человек прикиньте в телефонном режиме все это ж рассказывает и это только это вообще на голову не налазит я так вот вчера лежала это меня как-то не знаю что я начала подумать стараюсь об этом даже не думать потому что комментарии ваши думаю это да то есть это конечно просто пипец и никто и не журналисты никакие блогеры сказали что как же можно какие бы там люди не были сколько они там не едят сколько как бы они там не переехали как может быть такое чтобы их в таком вообще положении когда в стране война чтобы свои же их и ограбили это ж вообще просто ужас она ходит по Германии и побирается забыла что в сорок первом году Германия что творила слушайте а теперь она с протянутой рукой не ходит недалекие люди а я бы не побиралась бы ублюдок в маслах бы со своей женой бы меня не развратил я бы по Германии не побиралась бы и тоже как бы все бы наверное тоже поехала тоже вещи бы наверное взяла бы свои что у меня много вещей очень много даже с бирками остались и колготы и все что хочешь не побиралась я говорю никто про ублюдка не вспомнил про маслака никто его не остудил это только вдуматься только вдуматься нажиться на чужом горе людей обокрасть размародерить все вдуматься это вообще это просто пипец это кошмар и ни один я же говорю ни одно телевидение ни один блогер сказал что это 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 даже не знаю как это даже назвать то есть это я к чему говорю то есть значит какие-то журналисты что в Украине что неважно какие-то значит все равно попадаются ролики лазают по ютубу смотрят что-то мониторят и никто ужас бесстыжи бессовестные только я говорю писать могут гадости писанину гадкую ой а на кредит дома кредит весь все люди в кредитах живут и ничего безответственно живет безответственно только живет только живет можете вот это замечать кто сколько поел кто сколько попил потом рассказывайте вы честные вы честные никому не завидуете порядочные порядочные о о что печально что люди а то мне нравится что боже мой кому только не писали это тоже и смех и грех привыкли грязь вот здесь и свою тупость показывать на каналах ходить не про всех кого это людей не касается те люди даже об этом знаете слушают и не на свой счет не принимают а вот такие действительно уроды привыкли что писать гадости по комментариям по каналам ходить и думают что везде их тупость везде может катить то почтовые ящики кидать мне рассказывать что в Украину не могу ехать потому что меня там убьют или прибьют или еще что-то сидеть только мы жили такие вот бестолковые люди конченые так вот дальше только не писали боже мой Томасу у Томаса Джаклин там только жили привыкли знаете вот людей сами обсирать там писали им все им писали Томасу все рассказывали бедного Томаса ай-яй-яй она ж тебя обосрала она ж тебя обосрала а я не обосрала а правду сказала а привыкли сами обсирать с тех в этот соцслужбу тоже привыкли писать писанину все youtube канал им не дает покоя в зоццентр тоже все пишут все пишут все не могут успокоиться и думают что эта тупость везде катит везде то есть все они одни то есть и что самое интересное что самое интересное энергет NX что не подписывается я вот такая то такая то Машка Иванова проживают там то там то заявляют то 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 а все подписывается анонимы анонимы представляете и все рассказывают сколько людей едят сколько людей пьют сколько у людей денег и все такове прочее и думают что везде эта тупость проходит знаете думает когда ехала сюда в германию парень этот который нас вез и говорит ой в германии столько людей которые действительно что действительно знаете от зависти люди и пишут кляузы кляузы пишут а это доносы это по-другому не назовешь если ты считаешь что ты прав подписывайся что ты не подписывайся что ты а такое могут знаете втихаря людей преследовать людей покоя мешать и еще вот это мало того что-то текла уже пишет так еще знаете подписывается что действительно вражду между знаете нации между людьми найдет как вот творят вот такой без чтобы писать знаете рассказывать там писать мы я ее ненавижу ненавижу этот глупый человек господи кто-то меня говорит у это она больная на вам для меня до меня как знаете я не знаю как до кого моего мизинца не стоит мерзкий а масло как шума слаг людей и не только с четырнадцатого года все людей обходом это вообще это просто и никто никто его не засудил журналисты если они бывали значит и журю попадаются мои ролики даже об этом как-то не не вспомнили не заикнулись блогеры которые делали и делают всякие ролики на моем имени и все гадости говорят это просто позор вам всем а вы позорники а не я правильно живу со своим никто не расстанется потому что это ваша люди лучше продадут просто так никто ничего не даст вам а вот угадать такое же уже выкинуть надо и компьютеры и техника и и все то чем у двух баб можно все забрать вещи нуля че что-то потом не было восклинил некоторые мне тоже пишут ой юля ну шо ты уже поделаешь ну забудь и аккуратно забудь только вы все не напоминаете таких уродов действительно надо знаете наказывать как маслаки его жены и никто и журю а то там расскажет ой у меня муж служит у меня там сын служит и чё ты твой муж служит не не спросила наоборот бы поехала бы туда бы спросила бы товарищ масла как так очутился люди не могли вернуться на свое жительство свою комнату ты все по украдал это позор меня позора нет я не позор так я думаю человек все время должен все с самого начала прикиньте все с самого начала человек должен добиваться человек должен что-то человек что-то старается добивается потом по кому-то не труженому волку это все достается вот так вот как тоже тогда я даже в голову не могу ответить что такие действительно на эти люди есть такие которые пишут людей оборудовывают это да это действительно кончение что там сушка всю жизнь себе отремут ни перед чем не стоят а потом будет рассказывать у них сыновьям служили ничего еще то ли еще будет я жарю сколько людей сколько людей столько мнений ну надо же прикиньте сказали 10 часов привезут корму нету и все на дурняку я хоть свою жизнь показываю в чужую не резу а вы в чужую не лезете и на чужой жизни стараетесь себе имя же бабки сделать без того разрешения у человека и все честнее все порядне честнее порядне мы не такие мы не мы столько не живем мы не такие мы другие мы другие мы как маслаки и вот он отребью жёнушка которые тоже такие порядные и порядне когда ты уже поедешь в украину когда да никогда когда ты поедешь то надо дети голодуют а она здесь жрёт немеряно бесстыжая да буду брать кредиты и буду жрать а шо если дают чё б мне не жрать мы заходим на канал чтобы посмотреть когда ее выпрут это тоже случай такой у нас такой как я не знаю как пункт там где переселенцы могут вещи там взять в общем такие вот понятное дело что на мой размер там вещи нет а для худеньких может там девочки что-то и могут там подобрать не знаю мы были там с жаклин два раза и тоже заклин на машине приезжали он вообще что я хочу рассказать тоже такие порядне живет она значит уже понимаю что много лет в германии и рассказывает ой я так помогаю ему все переселенцам там все но занимает там не последнее место короче там все прилавчатки вот и говорит ой я свой номер телефона никому не даю из переселенцев это вот я давала нескольким человеком не знаю каким она там давала человеком свой номер телефона так они не оборвали весь телефон звонят и звонят и звонят в любое время все таки и звонят а я такая начну послушала это все а я не знаю так честно говоря какую она там вообще миссию держит что-то перебирают там эти вещи не знаю честно говоря шути какая ее именно вот именно какая ну не должность как вот что она там за что она отвечает я честно говоря не знаю но факт уж эта вот рассказывает че ей переселенцы и днем и ночью на звание вот она дала и теперь она бедненькая так вот жалеет что она дала свой номер телефона ну я честно говоря не знаю чем она может так вот конкретно по телефону помочь люди туда приходят у меня даже в голову не приходит что можно ей звонить и что можно у нее знаете интересоваться какой информации Я вот к вам клянусь. Такая потом Мариса, я говорю, вот интересно, это она как, себе вот цену на, знаете, вот как хочет поднять свой имидж, то есть поднять свой авторитет, знаете, вот или как это, как это понять. Я вот, а если даже тебе люди, может, там ей позвонили, я, честно говоря, даже не знаю, что они могут спросить, есть кофта у тебя длинного рукава или короткая, ну вот о чем можно, о чем можно позвонить, а ей звонят и звонят, оборвали весь телефон, у нее не минуты, поэтому она теперь не дает, боится, так и не покрасила, вот сегодня покрашу, боится напасть переселенцев на ее номер телефона, представляете? Я вот такого посмотрела, вот, мне честно, вот, она говорит, я вот из Украины, она раньше жила в Украине, мне вот просто противно на таких людей смотреть, вот как хотите называть, обсирание, это не обсирание, просто вот смотришь и думаешь, ну, ты там сразу изначально бы не давала бы эти номера телефона, значит, значит, какой-то у тебя был контакт с этими людьми, если ты давала им номер телефона, значит, ты им как-то что-то обещала, я вот честно говорю, вот я не понимаю, и вот это тоже такой случай. Помните, я рассказывала, что в социальной, значит, приглашали, все, назначали термин, чтобы отпечатки правильцев, повторно же брать, когда же тоже нам сразу, когда приехали, потом документация вся эта была, вызывали на термин и брали у нас, а это уже как-то повторно, и я с такой сужу, и вот, и спрашиваю, а зачем повторные вот эти отпечатки, что, для чего они, это как, ну, смотрят людей, то есть, или смотрят то, что какие переселенцы есть, какие нет, или для чего вообще, вот. И она вот сидит, она тоже с Украины, приехала уже вот сейчас, ну, как мы, то есть, потому что война, знала о немецкий, вот, и она устроила, значит, социальную, вот этот вот, значит, социал, не знаю, кем она там, ну, в общем, сидит за компьютером, ну, я так понимаю, по работе с переселенцами, вот. И вот я у нее спрашиваю, она, значит, это все, заполнила там бумагу, отпечатки, значит, берет, и я говорю, а то чего это надо, говорю, почему повторные эти отпечатки берут? Она говорит, ой, ну, вы знаете, говорит, потому что социалы, говорит, когда у вас брали первый раз отпечатки пальцев, они их все потеряли, вот всех переселенцев, у которых брали, они их все потеряли. Я, честно говоря, знаете, мне сразу пропало желание с ней вообще какой-то иметь контакт, с ней общаться, и я такая вот потом Ларисе уже говорю, все, я больше, знаете, у меня больше ничего не спрашивала, вот, потому что я понимаю, что человек, ну, зачем мне что-то спрашивать, человек это обманывает, во-первых, я так посчитала. Вот, и, значит, получается так, что, и даже вот, как сказать, та организация, в которой она работает, да, вот в социале, то есть она ее ставит как-то вот, ну, не совсем в хорошем свете, то есть получается, что может социал потерять любые документы твои, вот, и это, в общем, нормально. То есть это говорится о том, что привыкли, понимаете, как вот в Украине, вот я так считаю, что привыкли в Украине вот так вот халатно относиться ко всему, халатно говорить вот такие вот вещи, рассказывать, знаете, вот такие вот, ну, какие-то вот, не совсем, ну, я считаю, что там непрофессионализм какой-то, то есть это есть, это же не Филькина там какая-то грамота, Филькина какая-то организация, то есть можете себе представить? И она вот сидит, украинка, вот это вот чухает вот украинцам, которые вот, она считает, что они не совсем умные, а она вот сидит такая умная, на должности, и она рассказывает, что немецкий социал, вот, в этом городе, потеряли отпечатки пальцев всех переселенцев. И она это рассказывает. Я, Лариса, потом говорю, слушай, говорю, ну, к чему вот это вот, знаете, ну, я даже не знаю, как, как это назвать. Я никогда не, я не, я не поверю в это, не поверю, что могли, знаете, там потерять, то, что, знаете, там может быть, как бы, учебный год, осень, то есть люди тут уже отбыли, значит, кто-то там 4-3 месяца, и вот как бы вот посмотреть эту картотеку, а ее обновить, вот это бы я еще поняла бы, да, то есть посмотреть, какие люди есть, какие нет, кто, может, выезжал, для какой-то, вы знаете, такой информации, для проверки, это да. Ну, то есть для того, что людям, вот, то есть, просто рассказать людям, что они вот потеряли эти отпечатки пальцев, там второй раз берут у людей отпечатки пальцев, потому что те потеряны. Вот так. Так, что, как-то, так, печально. Конечно, мне хочется забыть и никогда не вспоминать ни этого маслака, ни его жену, ни вообще, как страшный сон. Что сами, знаете, люди напоминают. Немножко, что стало так вот печально, думаю, ну, почему так? То есть, если есть возможность, да, если люди говорят. Да, что же телевидение, если как-то, не важно, в каком свете они там, знаете, тебя. Журналисты, это вообще такая пресса, такая тема. Ну, мне что удивило, что никто, никого это не задело, понимаете, никого это не тронуло. То есть, вот, лично меня, когда я вообще как-то вот о таких вещах вот где-то слышу, меня как-то, знаете, это просто, ну, какой-то ступор, какой-то в шок у меня. Вот, наверное, да, вот такое слово, что шок. У меня происходит какой-то шоковый состояние. Думаешь, ну, как? Как такое может быть? А вот людей, знаете, людей больше интересует, знаете, сколько вот спиртного выпито, сколько пожрачки. Вот это вот, да, вот это люди замечают, понимаете? Вот это вот, да. Вот если вы хотите, например, ресницу выкинуть еще, вот надо ее раз накрасить, потом, чтобы она немножко просохла. И опять, второй раз опять нанести. Вот у кого, например, вот есть, да, вот, вообще, если присмотреться, у нас у всех. Один глаз больше, другой меньше. Ну, вот у кого-то как-то так. Ну, вот, если вы хотите, например, один глаз, чтобы вас немножко его увеличить, то вот нам нанесли тушь, чуть-чуть она высохла, а потом второй раз, второй раз, третий раз, и у вас вытянется глаз немножко будет, ну, то есть сделать их одинаковым. Вот что я сейчас и делаю. Кстати, немаловажно. А если, например, реснички такие аж и маленькие, то можно взять, вот, например, пудру, любую пудру. Немножко реснички, если вы не пользуетесь пудрой так, да, потому что пудра, она не всем идет, вот мне пудра не идет. Тональный крем, да, а пудра нет. Немножко их припудрить, и будет ложиться тогда тушь, тоже больше вытягивать будет реснички. То есть удвините ее. И сделаете ее больше такой пушистой. Нет, нету, прикиньте. Уже, наверное, 11 часов, и корма нет. Заказали корм Роял Канин. Нам этот корм надо, Ромашечка. Привык к этому корму, К Роял Канину. Надо сделать маски какие-то, лицо какое-то уставшее. Потому что я вчера не могла так долго заснуть. Так что вот как-то так. Вот такие вот события. Так вот люди. Я же говорю, и каждый, каждый человек, никто со своим. Я, Лариса, говорю, у меня в шкафу там крайне целая сумка, колгот. Вот прям целая сумка. Что-то вчера, Лариса, ты почитала комментарий. Говорю, о, теперь, говорю, ублюдок масла. Говорю, наверное, скажут, это ж гуманитарка все была. Это все же гуманитарка. Все была гуманитарка. С 14-го года все гуманитарка. А то, наверное, с 14-го года все гуманитарку получала. Теперь, наверное, жена его. Все, компьютером пользуется, всей быть техникой, вещами. Мне, наверное, по размеру не подойдет, потому что у меня попа больше, чем у нее. У нее попа высохшая, сухожопая такие. Все намазюкалось. Нормально? Вот видите, как бы немножко от ресницы, вот, как бы глаз чуть-чуть увеличился, да? Нормально. Так, сегодня покрашу голову, Ларису попрошу. Я вчера собиралась, в каждый раз собираюсь. Так что, вот такие пироги. Все только могут, я же говорю, люди способны только на гадости. А на хорошие поступки способны только, знаете, очень мало людей, очень мало. Таких людей практически сейчас и нет. Есть, но я же говорю, очень, очень единицы, очень единицы. Спасибо огромное. Неля встретилась же, такой человек, какой хороший человек. Все, что у нее не спросишь, дай Бог ей здоровья, Господи. Чтобы ей, ей, семье, вот, что у нее не спросишь, столько она намного посоветовала, столько она намного помогла, и вот, по заказу, вот, помогла, хорошо, сейчас придет уже эта мойка, уже все. Вот. Я уже прям не могу. Рисы говорит, ну, что ты, как-то мы с этой мойкой затянули, не знаю. Жаклин тоже Ларисе писала, говорит, когда вы гости собираетесь приглашать, вот. А мы говорим, еще по дому ничего, наверное, думает, что мы не хотим ее в гости приглашать. Ну, как людей тоже в гости пригласишь, я не могу, чтобы в раками не скажут, они там моют. Я бы лично немножко побрезгивала, честно говоря, что мало ли так вот, ты в раковине там и моешь, и купаешься, и скажут, они еще и посуду там моют. Ну, как бы так. Немножко это не совсем правильно, поэтому надо поставить, и шкафчики уже будут. Потом уже, ну, что-то мне надо шапочку купить и шарфит. Сейчас я себе сделаю подводку в руку. Просто я же говорю, что таким ублюдкам, как маслаки, все сходит с рук. Мерзкий урод. Мразота, которая с 14-го года людей гнобила, это то, что мы знаем. То, что лично я знаю. И что-то из себя корчащая мразь. и никто. Сейчас я. Надо помаду купить. Чуть-чуть, да? Сделала контур, уже лучше, да? Хорошо это. Просто чуть-чуть, незаметно, не сильно карандашом, вот так его. Помады у меня нет. Хороша, полчур. Никак это у меня не пройдет. Мушка надавила. И вот такому ублюдку все сходит с рук. Она рассказывает. А что? Так, тоже. Одно и то же все снимаешь. Одно и то же все снимает. А что мне вам рассказывать? Рассказывать, давать вам повод, чтобы вы ко мне вот это потом дверью ломились. чтобы вас действительно тоже говорю, ой, чему ей завидовать, чему вы ей все время говорят, ой, она вот говорит так. А человек, который не завидует, тот не был, он бы, не писал бы, знаете, вот такие вот анонимки бы. То есть он бы, ну, все же как-то, я просто думала, вот интересно, как человек себя чувствует потом, то есть он читает, что он сделал подвиг какой-то, и думает, ой, как хорошо. То есть прикинь, это ж какая-то непотреба хотела сделать, чтобы, знаете, мне было хуже, чтобы человека лишили, знаете, вот этого пособия, чтобы, знаете, было бы, чтобы, знаете, ну, вот же говорю, что, а на самом деле, что оно же не совсем умное, оно же не совсем, знаете, вот, не совсем владеющая информация. Я же вообще смотрю, мне даже потом еще, что в социале, что в центре, я потом покажу, почитаю. Дали даже ксерокопию вот этих вот всех пляус, что писанины, знаете. Я читала, потом думаю, это, ну, это такое вот, действительно, я так читаю, что, думаю, что, знаете, вот, прям у него зависть, это у него ненависть, это, который пишет. Это же, что, меня чем-то удивить или чем-то меня сломить, меня, слава Богу, я живу. Я как оловянный солдатик. я ничем из любого, как сказать, дерьма, вот так вот вымоюсь, отрешусь, потому что она ко мне не прилипает. А Бог не тимошка, видите, Так что так. Потому что такая красивая женщина, всегда Бог ее охраняет от всей нечисти. Вот это у меня, видите, там, голубенькая, это, это я пыль. Как в старые добрые времена, при, в общем, при всяких таких маркизах, как в пыли, в общем, не тряпочка, а теперь такой специальной штучкой. Так, не знаю, сейчас я пойду с Ларисой советую, ну, что это такое, уже 11 часов и немая ни корма, ничего. Так что, целый день издать. Завтра магазины все закрыты, а хочу все равно поехать, посмотреть. Вот, обувку хотела посмотреть, в кик хочу зайти, вот. Вот это же для бюстгалтера хочу, вот это вот, удлинитель, вот это посмотреть, девочки же говорят, иголки еще купить хочу. Мне в кике, вот это вот, что, не хочу ничего сказать, всем огромное спасибо, вот, но вот в кике мне не совсем понравилось, там, как сказать, ну, качество вещей, потому что, нам девочка вот дарила вещи, и вот по штанам, она такие вот, на вид смотришь, такие хорошие, не спортивный костюм, а хорошие такие вот спортивки, их один раз одеваешь, потом вот так стираешь, они становятся в катушку, и у меня они так, за неделю, вот это штанины, вот тут между ног, прямо я вижу, что они уже вот так вот, вот-вот-вот, уже порвутся, ну, как-то, не знаю, так, не знаю, так, ладно, надо собираться, и, что это, я не знаю, стареца позвонит, решит эту проблему, и не собирается целый день дома сидеть, правильно? что это까지, это скорее в 2022, потом, я живу, я зап rzecz, вы думаете,